здравствуйте в эфире телеканал это он тв программа азия большая игра меня зовут александр гурарье и я представляю своего гостя точнее со ведущего давида идельмана историка политтехнолога доверь привет добрый вечер добрый вечер давно не общались но у тебя была уважительная причина ты там в лондоне вел научные исследования я бы хотел поговорить сегодня о том что происходит в постсоветских государствах начать без грузии поговорить грузии про отношения между армении и азербайджаном казахстане и так далее ну и завершить конечно несколько слов о кадровых перестановках в главном государстве постсоветского пространства россии то есть чему мы учимся у путина какие изменения происходят там но давай начнем все-таки с грузии и так что происходит в грузии вот эти протесты череда протестов которые мы наблюдаем по телевидении уже достаточно давно стали такой вот эпицентром постсоветского пространства на него обращают внимание все все государства так сказать наблюдают жители этих стран присматриваются и пытаются понять что же там происходит так как ты думаешь что происходит в грузии на самом деле ну смотри они вдруг стали грузия вдруг стал с ее протестами таким эпицентром политической жизни постсоветского пространства но может быть потому что политической жизни вообще-то не не во многих республиках есть понимаешь что политической жизни что такое политическая жизнь когда есть какая-то конкуренция политических сил хотя бы ну то есть в россии такой конкуренции нет и не может быть даже несмотря на то что у них были недавние выборы в белоруссии такой конкуренции нет и не может В Украине из-за ситуации войны такой конкуренции нет и не может быть и так далее, и так далее. Мы перечисляем страны, мы видим, что очень все такое однообразное. Сегодня Грузия, она не просто эпицентр политики на постсоветском пространстве. Они же умудрились поставить вопрос, что это против российского закона, против российского пути, как бы другая дорога. А оно сегодня выглядит, как грузинский Майдан. В Грузии происходит... Но они всячески уходят от этого слова и очень не любят, когда им это, так сказать, называют Майданом. Мы можем сейчас подойти к нему, но и кроме всего прочего, даже есть такие заголовки о том, что настоящая битва за Европу сейчас происходит в Грузии, потому что если не пройдет этот законопроект, то они вступят в Евросоюз, а если пройдет, то не вступят в Евросоюз. Ну и помянут такие вещи и такая вот подъем оппозиции против Иванишвили и грузинской мечты. Ну и понятное дело, российское телевидение им очень сильно помогает в этом. Помогает, я ставлю в кавычки, потому что там вот Сауев вдруг сказал, что он беседовал с депутатами от грузинской мечты. Они говорят, что российские иммигранты, которые участвуют в грузинских протестах, будут высылаться и в Грузии на запросы. Да, аплодисменты, бурно переходящие в овации. Да, понятное дело, кому этот Сауев этими словами помогает. Вот то, что сегодня вполне закономерно президент Грузии Саламе Зарубишвили наложила вето на вот этот аналог российского закона об иностранных агентах, который в Грузии называется посредничество при усилении иностранного влияния. Она сказала, что она наложила вето на российский закон. Этот закон по сути своей противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам. И тем самым представляет собой препятствие на нашем европейском пути. Ну а дальше встает вопрос, а что будет теперь. Есть несколько вариантов. Ну, например, правящая партия может отозвать этот закон. Она может вернуть его на второе чтение, переделывание в комиссиях, преодоление, перенести его на его задействование на 1 ноября после проведения в Грузии парламентских выборов. То есть тот, кто придет в власть и решит, является этот закон подходящим для Грузии или нет. А пока что главный вопрос, это вопрос, это вот борьба вокруг этого закона. Она усиляет власть грузинской мечты, власть Иванишвили или она усиляет оппозицию? Давид, ну, во-первых, насколько я понимаю, там есть еще вариант, который ты не назвал, преодолеть вето президента. То есть заново вынести его на Грузии. Это можно сделать прямо сейчас. Да, 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 я об этом и говорю. То есть такой вариант тоже есть. Прямо преодолеть вето президента. А вот скажи мне, пожалуйста, на твой взгляд, почему, собственно, Грузия так взвилась против этого закона? Что в нем такого? Ну, подумаешь, ну, да, обязуют общественные организации и политические организации указывать источник финансирования. Ну, ну, хорошо. Если, так сказать, вам нечего скрывать, что тут такого? То есть из-за чего сыр-бор? Ну, да, мы в Израиле очень часто привыкли, что когда проводится какая-нибудь, ну, общественная организация проводит, а на нее обычно на папочке написано, кто ее финансирует. Это обычная вещь. Более того, я хочу напомнить, что вот нынешний виток законов об агентах, который, понятное дело, они все возводят его к американскому закону 30-х годов, который был, между нами говоря, принят против нацистских агентов и советских. 38-й год, по-моему. Это о том, что если лоббист получает деньги от, из-за границы, от иностранного государства, он должен это указывать. То есть, что он не просто так лоббирует, а он лоббирует в пользу, допустим, Советского Союза или нацистской Германии. Что просто это не запрещало ему лоббировать. Да, ну, чтобы люди знали, то есть источник. Ну, маркировало его. Потому что тогда было серьезное противостояние и так далее. А вот нынешний виток, он начинается в Израиле. Сегодня уже многие не помнят, что начинался с момента, когда Фаина Хишинбаум, бывший замминистра внутренних дел и гендиректор партии МДИ, она искала, в чем себя пиар продвинуть. И она предложила вот именно этот закон и создание такой комиссии по расследованию этих общественных организаций, получающих пожертвования от иностранных государств. Это, кстати, много надо было бы расследовать, потому что нас действительно очень много. Причем вообще из-за границы у правых организаций гораздо больше, чем у левых. Потому что любое поселение – это амута. Она общественная организация и, следовательно, получает такие пожертвования. Амута, термин амута на иврите – это некоммерческая организация или, как говорят, НКО? Некоммерческая организация. Это не для получения дохода. Она предложила в Израиле, тогда это провалилось. Потом в урезном виде, в 2016 году. Кстати, этот закон принят в Израиле, в 2016 году. И он существует в Израиле. Но, понятное дело, что речь же идет не о законе. Речь идет о вот этом вот маркировании пути. Что в государство, где по-настоящему есть тоталитаризм или авторитаризм этого закона не нужен. Ну, там и так все ясно. Там и так все ясно. У нас, кстати, по нашему закону нет маркировки. То есть, да, они публикуют периодически, значит, свою финансовую отчетность, где абсолютно открыто и прозрачно должно быть указано, откуда они получают, так сказать, финансирование. Но нигде нету такого маркировки, что, допустим, там организация Бецелем пишет, там, иноагент. Ну, да, потому что иначе пришлось бы любой синагоге. Скорее всего, писать, что она иноагент, потому что она получает деньги из Америки, из гриманей и так далее. Дело в том, что этот закон, он показывал маркирование. Кстати, вот прозрачность была и до этого закона. Я помню, в нулевых годах мне было, я лично вел расследование против нескольких амутов, связанных там то с какой-нибудь партией, то с каким-то олигархом. То есть, люблю покопаться. В грязном белье, да? Нет, там сделать бомбочку какую-нибудь. И вот в Иерусалиме на улице Конфини, Шарим, ты приезжаешь, платишь 30 шекелей, насколько я помню, тогда было такое. Ты можешь взять, скопировать финансовую отчетность любой общественной организации. Она в открытом доступе, называешь организацию, называешь ее номер, получаешь ее и копируешь все, что есть. Потому что она обязана отчитываться перед регистратором общественных организаций, Рошама Мутот. Там этот актив находится в открытом доступе, можно просмотреть все. Я подчеркиваю только для наших уважаемых зрителей, что речь идет о некоммерческих организациях. Не подумайте, что можно любую отчетность любой коммерческой фирмы получить. Нет, речь идет о НКО. Дело в том, что так называемый третий сектор. Есть все, что работает, любые организации можно разделить на три части. Государственные, коммерческие и НКО, некоммерческие или гражданского общества. То есть, условно, как говорил покойный Глеб Павловский, есть вещи, где ты можешь приказать, есть вещи, где ты можешь купить, а все остальное гражданское общество. Вот это организация гражданского общества. Поэтому оно действовало. И вот главный вопрос, этот закон, оно сегодня кому он дает силу, кого он усиливает, кого он наслабляет. Большинство моих грузинских друзей, они уверены, что власть наступила себе на грабли. Я со многими из них беседовал, спорил. Они уверены, что власть по глупости, по невежеству своему, может быть, с российской подачи, Россия требует, наступила на грабли. И вот сейчас проиграет выборы или потеряет власть еще до выборов. То есть, вот это активное лоббирование перед выборами вот этого закона, продавливание этого закона, в какой-то степени партия Иваношвили стреляет себе в ногу. Да. Я, опять-таки, я это говорил уже на других каналах, я говорил в личных беседах, поэтому могу сказать здесь, я считаю, что они ошибаются. Более того, я считаю, что в данный момент грузинская оппозиция на свои скудные средства помогает вести кампейн Иваношвили, у которых во средств гораздо больше. Это как интересно? Дело в том, что Иваношвили не, будем говорить так, он не фанатик, и он не идеолог, он чисто бизнесмен из российских 90-х, когда его звали Борис, а не Безин. Вот он и его эти вот Ираклии, которые там стоят у него во главе партии и во главе правительства, они совсем не напоминают таких советских фанатиков с ярким блескным глазом. Это люди, у которых английский на уровне родного. Они вряд ли вот именно так вляпаются. Если они где-то делают, они хорошо подготовились, они просчитали, и они это делают сознательно. То есть, если брать идеологически, о чем сегодня идет спор в Грузии. С одной стороны, оппозиция, которую вот стимулировали этим законом, ей дали тему. То есть, построили тему, возле которой идет вот эта вот общественная дискуссия, общественное противостояние. Она не идет об экономике, она не идет о коррупции, она не идет о власти и бизнесе, что гораздо было бы опаснее. Интереснее, да. Она не идет о зависимости и так далее, и так далее, и так далее. Она идет только о вопросе Россия или Украина. Условно. Оппозиция кричит. Неужели вы хотите, как в России? И, понятное дело... Этот закон называют? Российский закон? Да. И называют этот российский закон. И вот президент, который остановил сегодня этот закон, она сказала о российском законе. Правильно? Правильно. Но при этом обратите внимание, что говорит власть. И это месседж, ключевое сообщение, которое тоже находит своих сторонников. Дело в том, что выборы, это активизация своих сторонников. Чужих ты все равно не получишь. Максимум ты можешь их, это потратить их силы и заставить их сделать так, чтобы они от себя отступнули. Власть говорит, вы что хотите, чтобы было как в Украине? Ну, подумайте. Они хотят из Грузии сделать Украину. Там даже возник термин «украинизация Грузии». Вы хотите сегодня жить, как в Украине? Напомню, что бывший президент Саакашвили, который в свое время претендовал на большую политику в Украине где-то в году 18-м или 17-м, то есть спустя 3 или 4 года после Майдана, сказал, что сейчас Украине, чтобы достигнуть уровень 13-го года, понадобится десятилетие. То есть вернуться туда, до Майдановской полиции. А в Грузии это хорошо понимают. А власть говорит, вы хотите украинизации, вы хотите того хаоса, который есть в Украине. Вот оппозиция этого ведет. Более того, вы хотите, чтобы из вас сделали второй фронт? Власть это делает очень цинично. Понятное дело, что мои симпатии на стороне оппозиции. Но, так сказать, мозги не надо выключать. Вот. Власть делает очень цинично. Они говорят, посмотрите, если дать им возможность, они пошлют вас на войну. Сегодня есть глобальная партия войны. Так они называют западный мир. Ну, в смысле? Потому что эта партия, она хочет помочь Украине в войне. Ее можно понять запад. Запад хочет помочь Украине в войне с Россией. Но он сам не хочет посылать солдат. И вместо того, чтобы посылать своих солдат, он пошлет вас. Мы, грузины, кто хотел, поехали в Украину на войну. Более того, я вам скажу, что сегодня добровольцы в Украине больше всего это выходцы без грузов. Да. Больше всего. Те, кто хотел, поехали. Но нельзя вовлечь страну. Мы не готовы вовлечь страну. А те, кто не хочет, не хотят. Боевать. Они хотят сделать из Грузии второй фронт. И этот тезис работает, потому что оппозиция, мы видим, мы знаем их, этих людей. Они очень часто сами начинают свою речь не с гамарджоба грузинского, а с славой Украине. И вообще Украина у них стоит чуть ли не во главе приоритетов, даже выше, чем родная Грузия. А это всем видно. И именно поэтому власть давит именно на эту точку. Более того, если нас пошлют на войну, вы что думаете? Запад нам даст достаточно оружия? Что они дали нам достаточно оружия в 2008 году? Они дают достаточно оружия Украине сегодня. Они пошлют нас на войну. Просто как расстрельных пешек. И мы снова потеряем территорию. Вот в Грузии был один Майдан. И мы при Гамсокуртии потеряли территорию. Потом был второй при Саакашвили. И мы снова потеряли территорию. А теперь посмотрите. Наш бензинок. Красавчик. Партия не вмешивается. Не красуется по телевидению. Появляется только иногда. То есть такая власть, она хорошая власть, что ее незаметно. При нем ни одной войны. Спокойно идет развитие со всеми дружим. Со всеми торгуем. Со всеми развиваемся. Нынешний экономический расцвет Грузии, он связан с Россией. То, что открыли экономические связи с Россией. То, что релаканты рванули в грузию из России. То, что одновременно с этим законом, кстати говоря, незамечено. То есть все внимание сфокусировали на чем-то одном. А с другой стороны легко провели законодательство о переводе российских денег. Ну и, наконец, последнее. О Европе говорите, да? Ну вот 33 года мы прыгаем, чтобы нас приняли в Европу. И что? Вот если бы не было этого закона. Нас завтра примут. Нас послезавтра примут. Нас через год примут. Все понимают, что Грузию не примут раньше, чем Украину. И все понимают, что вопрос принятия Украины в Европейский Союз. Это вопрос десятилетий. Потому что это вопрос подведения Украины под западные стандарты. А Грузия будет ждать. Ну и что? Если мы примем закон в этом году, потом отменим или что-то, это что-то изменит. Ну и самое главное. В тот момент, когда они делают такие вещи. В тот момент, когда они вообще делают все возможные реверансы и поклоны России. И Россия, в свою очередь, помогает им, ну, аккуратно, не давя все остальное, помогает поднимать грузинскую экономику и все остальное. Ну, не от хорошей жизни, от войны. Там, скорее всего, и уже сегодня есть свидетельства, что есть какие-то вещи в этом направлении. Есть какая-то координация действий с Россией. Ну, допустим, есть информация о том, что Россия выводит войска из Абхазии и Южной Осетии. То есть, она выводит где-то две трети уже войск вывезено, по некоторым сведениям, которые мне говорили. Может быть, меньше, может, больше. Но перед выборами это может быть официально объявлено о том, что будет... Что вот я добился, видите, какая... И Аббедзина добился! Посмотрите! Вот этот Саакашвили лаял на огромную Россию, обнападал, атаковал, хамил и потерялся. Аббедзин умудрился без боя, без единого выстрела добиться того, что Россия увела войска. То есть, уведут, дадут просто сообщение о том, что выводят. В любом случае, любое такое сообщение сработает на Бензина. Вторая вещь. То, что Россия очень выгодно будет открыть коммуникации через Кавказ. Ведь коммуникация через Абхазию, коммуникация через Южную Осетию, коммуникации построены еще в XIX веке. Они были закрыты. Их надо открыть. Если их открыть, опять-таки, Черноморское побережье и так далее, это будет совершенно другой... Это будет такой комический толчок для Грузии, что вообще его трудно переоценить. А для всего грузинское население практически выкрыть. Это вторая вещь. Третья вещь. То, что может быть на уровне намека. Может быть на уровне соглашений, которые уже будут лежать на столе. А может быть уже и проведение это. Я не знаю. То есть, понятно, в каком направлении будут танцевать. Сколько дадут, а сколько пообещают. Сегодня очень трудно сказать. Я имею в виду, что может быть не возвращение Абхазии и Южной Осетии. Россия на это не пойдет. Но она может объявить. Они же не аннексировали. В отличие от Крыма или Донецка. Они просто могут сказать, что вот будет конфедерация. Абхазия, Южная Осетия и Грузия. Заключится союз. Они будут конфедерацией. А это обозначает, как минимум, что будет взаимодействие экономическое, взаимодействие транспортное. Может быть, если время немножко проверится. Начнутся инвестиционные проекты, партнерские проекты и так далее. Если это будет... Ты считаешь, Россия отпустит Осетию и Абхазию? Понимаешь, Россия, может быть, и не отпустила бы. Россия сегодня в таком состоянии, что ей удерживать трудно. Ей войска нужны в другом месте. Понимаешь? А в отношении с соседями ей бы нужно хорошее отношение и коммуникационные коридоры. Это то, что нужно ей дать с соседями. А учитывая то, как ей в последнее время, допустим, Хамид, та же Армения, ей, понятное дело, отношения с Грузией становятся все более и более важны. На Гиду с вопросами там Эрдогана и так далее. Ну, давайте переместимся и посмотрим, поговорим о протестах, которые идут не только в Грузии, но протесты прошли в Армении и даже в Киргизстане. Что происходит там? Там легче. С Киргизстаном легче всего. Киргизстан. Там за 15 лет было 5 революций. Самая революционная страна постсоветского пространства. Прошли очередные 3 года последней революции. У них время очередной революции. То есть цикличность однако. Да. У них в этом отношении все по расписанию. Другой вопрос. Обрати внимание. У нас все время говорят, что больше революции, больше демократии. Цветных революций. Но эти революции киргизские, они все время разрушают и разрушают институции. Даже те, которые им остались в Советском Союзе. О постройке новых вообще очень трудно говорить. И вот эти разрушения институции, это очень сильно подвигает государство. Обрати внимание, в Казахстане, ну, там были мятежи, что-то такое. Но победивших революции не было. И сравни, где Казахстан находится по уровню экономики, по уровню государственности, и где находится Киргизия. Я в упрощении у Ронкина, что это так сказал. У отсутствующего здесь Ронкина так сказал про его любимую Киргизию. Ну, правда, правду говорить легко и приятно. Хорошо. Что касается Армении, то там эта вещь, которая давно публиковалась на уровне телеграммов у Габрианова, допустим, о том, что нужно срочно менять правительство Армении, и что это может сделать переворот, может сделать только армянская церковь. Армянская церковь всегда была более националистически настроена, чем любая другая православная церковь. И поэтому ее вот включают в этот переворот. И взяли священника, которого, опять-таки, прислали из Канады. Он был раньше главным священником Канады. Потом он стал главным священником Тавучского района на границе Азербайджана. Именно с тем, чтобы выстрелить в свое время против мирного процесса. Дело в том, что мирный процесс, который идет между Арменией и Азербайджаном, у него есть несколько врагов. Главный его враг – это армянская диаспора, ее лоббистские структуры. Им совершенно не нужен мир, им нужен перманентный геноцид, который можно продавать за рубежом. То, чем они занимаются. А еще есть другие Дашнаки, которые борются с этим. Ну и вот связанная с Дашнаками, к сожалению, армянская церковь. Ну и Россия, потому что во многом за этим раскруткой этого переговорота, попытки заново насадить в Армении Карабахский план, тоже стояла Россия. Ну просто какая Россия? Россия же не единая вещь. Когда речь идет об этих республиках, действует одна из башен, один из подъездов, одно из управлений какой-либо организации. В это время в другой башне и в другом управлении могут быть совершенно противоположные планы. Ну теперь новый секретарь Совета Безопасности займется этим гораздо более серьезно. Ведь Путин ему заявил во всеуслышание, что его основная задача это постсоветские государства и обратить внимание на них. Так что сейчас на них будет пристальное внимание товарища экс-министра обороны. Можно подумать, что Украина не постсоветское государство и он на него не отвечал внимания. Но, видно, недостаточное внимание, раз его сняли с министров обороны. Что-то не устроило. Так на твой взгляд, шатается трон под Пашиняном или нет? Нет. Протест в последние дни резко пошел на убыль. Ну и вообще вот просто могли бы как-то посмотреть в учебник, ну так в книжке, как это делается, когда этот товужский священник говорит Пашиняну, я даю тебе два часа, чтобы ты ушел в отставку. Эту вещь нельзя делать, потому что нельзя ставить такие дедлайны. Проходит два часа и это начинает работать против себя. У нас когда-то такое же дело. Кстати, это тоже два часа. Почему? Я не знаю, почему это берет. Натаньякова поставила ультиматуму Ольмекту два часа. Не Ольмекту, а Шарону два часа. Шарон зашел в зал заседаний и сделал вид, что он вообще не знает, потому что Натаньякова поставила ему ультиматум. Натаньякова тогда начал беситься и посылать к Шарону посланников, которые должны были ему сказать, что там вот Биби сделал тебе это. Ультиматум сделал, да? Ультиматум, что? Ультиматум сделал, отвечай, да? Да. Ну, они подходили, они нагибались над Шароном. И была фраза, которая потом в окружении Шарона была такая вот крылатая фраза. Шарон поднял голову и сказал, вы мне мешаете слушать Исинова. Вот. Мы долго-долго смеялись на ней. Потом я писал об этой, на эту тему статью, вспомнил эту фразу, решил посмотреть, о чем же в этот момент говорил Исинов. Это был 2005 год, утверждение Итнапута одностороннего отделения. И тут я нашел, что Исинов, выйдя на трибуну, сказал, что он воспользуется своими пяти минутами, объявив пять минут молчания, чтобы все могли подумать. Поэтому, когда посланник Бивинат понялся над Шароном, Шароном сказал, что вы мне мешаете слушать Исинов. Пятиминутами тишины. Да. Да, Арик был велик. Окей, хорошо. Значит, ничего ему не угрожает. Скажи, пожалуйста, переговоры между Арменией и Азербайджаном в Казахстане. Почему именно Казахстан выбран в качестве посредника? И вообще, о чем сейчас идут переговоры и на какой они стадии? Во-первых, я прицеплюсь к слову посредник, потому что посредником называют это российская пресса, всякие РБК и так далее. А Казахстан не посредник. Я сейчас уточню. Как называется договор, который они, даже название они опубликовали специально. Договор называется «Двухстороннее соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений». Как правильно это заметил у себя в фейсбуке Аркадий Дубнов, главное слово в этом «двухстороннее». Почему «двухстороннее»? Главное, потому что до недавнего времени всегда Армения и Азербайджан усаживались за стол вместе с посредниками. А у посредников, понятное дело, были свои интересы, как при большинстве случаев политического посредничества. И вот были свои интересы, и они посредничали. И было понятно, я это много раз говорил, что никак они не продвинутся до тех пор, пока они не будут говорить напрямую. Так вот, Казахстан не выступает посредником, он не участвует в переговорах. Он сказал, мы предоставляем площадку. Типа поляну накроем, приезжайте, поговорите, может быть, договоритесь. Договоритесь ваши, не договоритесь, покушайте. Казахстане хорошо кормят. Вот они приехали, сели, покушали и разговаривают. И уже настолько начали говорить, что Мегзаян, который до этого обычно делал такие очень провокационные заявления, азербайджанцы делят армяна и армяна, кто кого будет насиловать, если в сентябре месяце прошлого года у него было заявление. Он вдруг сказал, что не надо ограничиваться подписанием мирного договора, а надо пойти дальше и начать разблокировку транспортных коммуникаций во всем регионе. Это очень круто. То есть пойти дальше, если они так пойдут, с такой скоростью, то они могут договориться еще и о военно-сотрудническом союзе и чего угодно. Без посредников, потому что без посредников всегда лучше разговаривать посредники – это фон. То есть когда муж и жена пытаются договориться, лучше, чтобы эти дела не существовало свекровь, теща, подруга жены и так далее. То есть все должно происходить с глазу на глаз. Да, это должно быть двухстороннее. Это и самый лучший вид переговоров, иначе это просто создает фон, особенно когда там переговоры идут полчаса в присутствии Блинкена. У Блинкена просто больше времени нет. И из этих полчаса, минут 10, этот Блинкен будет говорить всю письменную речь. Ну, о чем там можно говорить? Опять-таки, чтобы шли нормальные переговоры, должны переговорить не только Микзаян и Байрамов, но и люди с картами, которые разложат карты, и будут их показывать. Давид, дело Бешимбаева, которое потрясло все постсоветское пространство. Почему к нему столько внимания привлечу? Нету других событий, нету других проблем, нету других, в конце концов, вооруженных конфликтов? Понимаешь, очень интересная вещь. То есть, сошлось несколько еще объективные... Ну, подумай, жену убил, но с кем не бывает. Окей, тем более гражданскую жену, они так не должны. С одной стороны, семейное насилие – это проблема всей Центральной Азии. Между нами, говорят, это проблема большей части мусульманского мира. Проблема всей Центральной Азии – это стопорцы. И в этом отношении... Поэтому стоило ее задеть, как она начала экономить. Вторая вещь – это вообще права женщин. Мы можем сказать, что после падения Советского Союза права женщин в Центральной Азии, они очень сильно пострадали. Я думаю, что не только в Центральной Азии, а в многих других местах. Но права женщин в Центральной Азии точно очень сильно пострадали. По отношению с советской женщиной, то, что произошло, это была очень сильная деградация. Раскрепощенную женщину Востока закрепостили обратно. Попытались закрепостить. Кроме того, еще в конце 90-х годов прошлого века, прошлого тысячелетия уже, это было такое исследование очень интересное. Когда оно было мировое исследование, большой социологический опрос, там была очень интересная вещь, что выяснилось, что по большому счету Запад и Восток в политике мало чем отличаются только друг к другу. То есть и в странах, где есть авторитарные режимы, и в странах, где есть воинствующий ислам, люди понимают, что демократия – это лучше, чем авторитаристы. Демократия лучше, чем тирания. Свободный рынок – это лучше, чем государственное регулирование, тотальное и так далее. А вот что реально разделяло Запад и Восток, или, так сказать, цивилизованный мир и глобальный юг – это отношения к женщинам. Всякие гендерные проблемы, включая отношения к ЛГБТ. Но ЛГБТ – это специфическая проблема, а вот проблема с женщинами, вот в этом гендерная проблема, она гораздо больше. И стало понятно, что реально, вот можно будет говорить о каком-нибудь движении вперед, только тогда, когда в этих странах будет подниматься вопрос о защите женщин, защите прав женщин и так далее. И было, опять-таки, понятно, что из бывших Советской Республики, если кто-то поднимет этот вопрос, то это именно Казахстан, потому что казахская женщина, она и была самая свободная, и она и не готова, так сказать, мириться с тем, что происходит. Это объективные причины. Опять-таки, дальше вступают другие причины. По всему постсоветскому пространству не любят такое явление, как мажоры. А тут именно вот такая богатая семья. Мальчик-мажор. Мальчик в 30 лет стал министром экономики, очень быстро поворовался, посадили его в тюрьму на 10 лет, но, по-моему, через полтора или два года выпустили, потому что это только мажоров так могли выпустить и так далее, и так далее. И речь идет о мажоре. Опять-таки, очень злостное убийство. Восемь часов он ее убивал в ресторане, который принадлежал ему. Вот. И есть субъективные причины. Субъективные причины заключаются в том, что не только Куандык Бушимбаев относится к золотой молодежи. Его убитая им Салтанат Нокенова тоже из очень сильной семьи, которая моментально подняла эту тему и начала лоббировать закон Салтанат, закон о семейном насилии. И тоже умеет манипулировать прессой. И когда семейство Бушимбаевых решило пригласить себе этого российского видеоблогера Наталью Грейс поснимать в их пользу что-то, то моментально вторая семья ответила своим кодом. Они пригласили саму Ксению Собчак. То есть, понятное дело, все видят обычно одну сторону. А тут есть две стороны. И обе стороны, они, в принципе, ведут себя достаточно похоже. Хотя, понятное дело, их нельзя уравнивать. С одной стороны есть убийца, а с другой стороны есть убитель. Есть некоторые вещи, которые я просто для себя отметил в связи со своими разными интересами. Как в практике, ну, как человек, который ведет семинары по ведению переговоров, у меня есть любимая фраза, которую я повторяю, одна из, как я повторяю на семинарах, что манипулятор – это не человек, который выглядит манипулятором. Человек, который выглядит манипулятором, он плохой манипулятор. Человек, который хороший манипулятор, он выглядит наивным, добрым и простодушным. Тогда у него и получается манипуляция. А Бешебаев выглядел манипулятором на суде. Он давил, он видно было, что он использует вот эти приемы НЛП-ские, не НЛП-ские, но он их использует. Если это видно, то это уже не проходит. Первая вещь. Вторая вещь. Тоже очень важная. Это... Я в силу своей семьи увлекаюсь всеми вопросами, которые связаны с предсказаниями, гаданиями и так далее. На этом процессе это была просто вещь, которая доводила людей до состояния состязания, осмотрения театра. Гадали на кофейной гуще, что ли, во время процесса? Нет, дело в том, что он, убив Салтанат, он позвонил гадалке. А у гадалки, если верить российским СМИ, фамилия, ну в этом деле все прекрасно, фамилия Ережопова. В этом деле все прекрасно. Я так предполагаю, что российские СМИ либо утрируют, либо просто не поняли, насколько я знаю, казахский язык, там скорее должна быть Ережопова. Ну вот Ережопова они публиковали. Они так видят, точнее слышат. Да, вот это Ережопова, он ей позвонил и сказал, что с ней. Он только что разбил девушке несколько часов, бил ее головой об унитаз. У нее эта опухоль размером кулак, кровь налила, все остальное. А гадалка говорит ему, она просто очень устала. Она поспит, придет в себя утром, встанет, будет как этот... Подожди, а гадалка, он ей показал, что он здесь делает? Нет, я просто ее спросил. А она типа проникала в нее. Гадалка то ли из Тараза, то ли из Шемкента, тоже где-два прекрасных города в Казахстане. Это больше всего, кстати говоря, мы сидели в Лондоне с несколькими людьми, включая вот нашу постоянную собеседницу Шахиду Толеганову, и говорили про дело Бешимбаева. На самом деле, Давид, надо тут смех смехом, но на самом деле это страшная трагедия, поэтому я просто, чтобы нас не обвинили, что мы так это самое пренебрежительно относим, действительно это страшная трагедия. Другое дело, что при помощи вот всех этих манипуляций эту трагедию пытаются превратить в фарс. Пытался, пытался. Не фарс. У него главная задача была очень определенная. Он не мог отрицать убийство, но он пытался доказать, что это не было предумышленным убийством. Да. Упал, как там, упал на нож 10 раз, да? Это было судьба. Да. То есть он позвонил гадалке, он гадалке верит, а гадалка ему сказала, что она жива. Он поверил гадалке. То есть зачем скорую вызывать, когда можно спросить гадалку? Да. При этом, правда, он позвонил брату, чтобы тот поехал и стер экранов изображения, с видеонаблюдения, позвонил там какой-то другой блогерше, чтобы она оделась так, как Салтанат, и вывезла ее телефон и покатала по городу. У него это было еще одно усложняющее обстоятельство. В этот день в город приезжал Путин. Как раз я тогда вылетел из Казахстана, и так далее. Вот он, ну, с одной стороны, была гадалка, которая, типа, вот так предполагала, а с другой стороны, сама Салтанат, она астролог профессии. И она тоже, типа, будущее предвидела. Ну, вот, причем судья и прокурор доказывала, что одна из Ишибаев, кроме всего прочего, виновата в том, что он этот не дал Салтанату развиваться как астрологу, а она очень много зарабатывала как астролог, там назывались какие-то совершенно невероятные суммы, без всяких доказательств, без всяких документов и так далее. И вот сделал ее этим зависимой от себя. Почему от себя, а не от ее богатой семьи, тоже было непонятно. Но в любом случае, снова хочу сказать, это как бы там мы не видели стили очень похожих двух сторон, в этом стороне, с одной стороны, есть жертва, и с другой стороны, есть преступник. А все остальное, это очень много-много пиара вокруг этой истории, которая, скорее всего, не пройдет незамеченным для, не только для Казахстана, но и для Центральной Азии. И я думаю, что законы о семейном насилии будут в кодексе всех Центрально-Азиатских государств. Это вопрос времени, и вот прорывной точкой являлась именно дело Салтанат Макеново. Ну, дай бог, скоро мы это увидим. Давид, последняя тема, которую мы с тобой хотели бы обсудить. Чему нас учат кадровые перестановки Путина? Я напоминаю, что новое правительство, там, конечно, есть и старые лица, ну, в частности, министр иностранных дел остался непоколебим на своем месте. Ну, вот кое-какие изменения все-таки произошли. Ну, наверное, самое знаковое – это смещение министра обороны. Именно после смещения министра обороны самый главный вывод, там можно много другого сказать, но самый главный вывод, что главной проблемой, мешающей вести войну в России, являлась коррупция и распил государственных средств. не, там, плохие планы, ну, так, во всяком случае, считает сам Владимир Владимирович. Это почему украли? И вот именно коррупция является главной проблемой российской армии. Мне кажется, что он прав в этом отношении. Более того, я позволю себе сказать, что это является главной проблемой не только российской армии, но и украинской. Да, в этом отношении они нашли друг друга, так сказать. Да. Воруют, отпиливают, откатывают, продают налево и те, и те, и другие. Это главная вещь. Все остальное, но усиливается, понятное дело, администрация президента. Это обозначает, что Путин решил снова взять все так поближе к себе. И я думаю, что если есть тот свет, и если Евгений Пригожин смотрит оттуда... Шойгу, где снаряды? Да, то он должен быть доволен. Потому что одна из причин того, что происходит, это... Ну, Шойгу и его группа Патрушева, силовики, попытались распилить наследство Пригожина. А пытаясь распилить наследство Пригожина, ну, они, во-первых, как-то брали не под чину многие из них, типа того же Тимура Иванова. А, во-вторых, они очень усиливались и усиливаются как группа. Одна из задач Владимира Владимировича постоянно следить за балансом. И постоянно следить, чтобы одна группа не совсем жирала другую, чтобы была вот эта, как бы сказать, система сдержек и противовесов, не демократических, но и в авторитарной системе, как мы видим, они тоже полны души. Да. Ну и как бы все понимают, что теперь Шойгу надо аккуратно летать на самолете, а лучше вообще не летать. Потому что как бы чего не вышло. Да. Давид, спасибо. Спасибо большое. Историк-политтехнолог Давид Эдельман. А мы прощаемся с вами. Наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...